Мне никто не душил, никто меня тут, знаете, сзади уже откуда-то специально не стоял. Вторая работа моя. Вид людей и первая, а вторая – два седры. Алексей, ну мы же затронем 20-й год все равно. Для меня политзаключенный – человек, который в какую-то оппозицию входит. Его быстро упакуют и поедут на долг. Ну это вдохновляет, да, когда… Ну конечно, вот. Родилась. Класс. Я вот жил и с системой дружил. Ну вот и пошел, вот исходил называется. Этого года. Все. Честно, ну вот, вот как есть. Есть. Тайский бокс, кикбоксинг, смешанные боевые единоборства. Это все Алексей Кудин. Многократный чемпион мира, отец пятерых детей. В 2012-м стал заслуженным мастером спорта Республики Беларусь. А в 2020-м лицом протеста. Выходил, оказал сопротивление при задержании, потом бежал из страны. Экстрадирован 28 декабря 2022 года. Вышел из исправительной колонии. Предлагаю в таком живом общении, нестатичный кадр. Уже 20 лет даю интервью. Тем более. Это вторая работа моя. Бить людей и первая, а вторая и два интервью. За деньги. В ринге за деньги. Хорошо. Не переживайте. Ну что, ребята? Бесплатно неинтересно. Куда мы пойдем с вами? Где у вас зал? Зал вон там. Зал вон там. Все. Как часто здесь тренируетесь? Постоянно. Но если не уезжаю на сборы какие-то. Проблема. Нет мало тяжеловесов, нет спаринг-партнеров. Ограничено в этом плане. Поэтому приходится выезжать. Ну, больше и более часто это в Российскую Федерацию. Там ребята есть уже и по уровню. Хороший уровень боксерский или бойцовский. Детях уходят? Конечно. Детские группы, взрослая группа, индивидуальные тренировки. Здесь полностью все есть. А вы сами тренируете, преподаете? До 2020 года преподавал. Потом ковид. Ситуация в России произошла. И вот пока что нет. Но в планах есть. Но сейчас пока я хочу перезагрузить свою карьеру спортивную. Как у вас тут в обуви? Можно? Да, уберем все. Мы люди простые, мы переберем. Ничего страшного. Убирается, все пылесосится. Вот такой зальчик. Фотографии есть ваши? Есть ребята, кто боксирует. Мои, не знаю, есть, нет. Где-то были. Тоже с командой. Но это уже будущее получается. Это уже после меня. Поколение уже, ребят. Ну, помните, когда вот уже в 22-м, в конце 22-м, в 23-м вышли впервые? На ковер сейчас? На ковер, да. Ну, это было вот... А можем зайти? Да, конечно, конечно. Это вот было на ковер. Я зашел 28 декабря. Я вышел. И уже Новый год, праздники. 4-го числа... Нет, 5-го, 6-го числа я уже был на ковре. Неделю буквально я дал себе перетрансформироваться, восстановиться. И я и в тех местах себя... Я тренировался постоянно. А в чем заключались тренировки? Как там можно было тренироваться? Ну, знаете, у меня 4 квадрата, и я знаю, что мне надо делать. Первое, это просто стойка на руках. Ну, вот можно на руках с ними начинать, но я дошел до варианта, что я свой вес, со своим весом, я уже становлюсь и сжимаюсь не с головой на пальцах. Потому что я вот встал, вот видите, я стою на спокойной пальцах. И вот так вот первых 4 подходика. 4 подходика по 30 секунд, до минутки доводишь. Сейчас в силу того, чтобы после боя немножко весело, травмирован еще. Затем, это первая работа. Второй комплекс, это у нас мостик. Там тоже у меня ложился спокойненько, посеял полотенце. И начинал мягко становиться головой. 4 подходика осталось на мостик. А затем уже я выходил на ручки. И потом тоже делал вот такие мягкие отжимания на мосту. Тоже где-то 4 подхода, 4,5 подходов по 15-20 раз. И это была кошка, упражнение кошка. Но опять же, все секреты этих упражнений в том, что все выполняется на 5-секундный счет. Не быстро, а именно вот для усиления нагрузки на подвздошные мышцы можно сделать на одной ноге. И мягко, вот я, видите, я мягко выхожу раз. И опять же мягкой задержкой с паузой выхожу вверх. Алексей, наверное, самое сложное для спортсмена, который с самого детства занимается спортом, это когда у него спорт забирают. Ну, конечно, конечно. Когда это профессиональный спорт, когда столько сил. Когда, да, ты отдаешь этому столько лет жизни, и потом ты понимаешь, что у тебя нет возможности, то, ну, это как наркотик. Понимаете? Это как, вот, я, там, со мной все ребята, они, ну, наркоманы. По 10-летной системе, по 7-летной системе, по 7-летной системе. А в процессе я 20-летной системе сижу, спортивной. Ну, спортивной. И представьте, и тут раз ограничение. Ну, нельзя бегать, допустим, можно что-то отжиматься. Но это неполноценные нагрузки. И организм начинает, идет стресс внутренний. И вот самое тяжело, это перебороть этот стресс, взять себя морально в руки. Но спортзалы там тоже есть? Там очень хороший зал бокса. Зал бокса. Я скажу, что профессиональный зал бокса. Есть фитнес-зал, тренажерный зал полностью. Зеркала, беговые дорожки, все на уровне. Для телезрителей, может быть, что это за места не столь отдаленные? ИК-17, Штатовская колония. Скажу, что я был удивлен, когда я там увидел разновидности зала. Хоккейная ледовая площадка, хоккейная заливается, баскетбольная площадка, корты. Полный стадион в полный размер. Ну, с трибунами, где сотрудники и администрация играют с осужденными, футбол, целые турниры. Я когда вышел сейчас, прошел полную медкомиссию, медосмотр, и у меня приросло внутренних мышц скелетных 10 килограмм. В общем, получается, я себя еще более разил, более усилил. Если вспомнить ваш бой в Москве 7 марта, как получили это предложение? И, не знаю, была ли боязнь, что предложение может и не появиться, не поступить, ну, с учетом вот этого прошлого? Ну, двоякая ситуация, знаете, была двоякая ситуация. Была ситуация, что могут побояться приглашать, организации все-таки не связаться. Но и была такая мысль была, что все равно пригласят, потому что имя есть, и многие молодые бойцы захотят на мне сделать себе имя. Они захотят. А ты у меня, я не понимаю, что у меня три года простоя. Девять лет я уже не одевал, не читая смешных деньоборств, девять лет я не одевал перчатки боксерские, не выходил, не боксировал. Ну, сейчас было предложение хардкор, вышел, боксировал, и все отлично. Я не могу, к сожалению, разрешать резать боя на камеру, потому что это по контракту закрытая информация, и они в YouTube, и потом это все будет, чтобы сохранялся ажитаж. Но я скажу, что я провел бой достойно и понравилось публике. Но, опять же, отдельные издания определенной направленности, они написали, что не белорус Алексей Кутин победил, а Алексей Кутин, который вот 69 дней после того, как вышел на свободу. Ну, то есть вот это ставят во главу новости. Ну, это им, ну, это, скорее всего, в первую очередь, это им нужно им. Опять же, вернусь к этому нашему разговору, что от меня ничего не зависит. Это я уже заложник своей вот какой-то некой славы спортивной, имени спортивного. Им нужен, им нужен какой-то образ. Они меня сунут туда. Я в жену, я не могу, знаете, мне только, если только закрыться в домике, спрятаться, уехать в деревню, и все, забудьте меня, и что не трогайте меня, начиняться. Но они звонили, просили интервью уже после того, как вот... После боя? После боя. Нет, никто не звонил, не просил интервью, никто не звонил, не просил. Тун-тун, и погнали! А поддерживаете связь, вот, я не знаю, с какой-нибудь Герасименей, Курков, не знаю? Лично нет, нет, давно не поддерживали. До 20-м году еще общались, но Виталик, он уехал раньше, он еще до выборов уехал. А так, не скажу, нет, лично нет. Сейчас мы хитро сделаем, на соревнованиях делали так. Мы его ужимали вот так вот. На каких соревнованиях делали? На чемпионатах мира Европы, когда флаг собрали же постоянно, за сборную туда ездили. Мы постоянно вот его там крину выносили, ребята развешивали. Еще было, чтобы повыше было видно флаг, иногда делали так, что удочки, брали себе удочки, телескопички рыбацкие. И вынимали, флаг лишили на удочку и как метр в пять-честь в воздухе. Но это вдохновляет, да, когда? Ну, конечно, когда ты выходишь боксировать, вся команда тебя поддержит, с национальными гербами, гимн играет. Очень, а когда ты в ближайший чемпионат мира играет гимн, наверное, лучшее состояние души. Вроде есть. О, есть. Класс. А вот те виды спорта, в которых вы успешны, на Олимпиаде они есть или на каких-то таких соревнованиях, от которых сейчас Белорусы отстранены? Ну, где бы, возможно, вам хотелось поучаствовать? Ну, тайский, я знаю, что тайбоксинг, это не олимпийский вид спорта, не олимпийский. А смешные наборцы, тоже любительский панкратион. Я вот ездил за сборную в 17-м году в Италию, выиграл чемпионат Европы, панкратиону, от федерации ездил за сборную. И я знаю, что в 24-м году в Париже, когда будут олимпийские игры, если не ошибаюсь, тайский бокс будет включен. Они хотят его включить, как пробный вид спорта. Панкратион, не скажу вам точно, решается вроде бы, что-то были какие-то разговоры, что и панкратион включить. Но вы бы хотели Беларусь представить на Олимпиаде? Ну, конечно, почему? Конечно, это же Олимпийские игры, это Олимпийские хардси. Это звание. Олимпийский чемпион, ты можешь быть чемпионом мира по такому виду спорта, рекорды мира, рекорды Гиннеса. Но они со временем все равно забываются. Ну, как-то забываются. А Олимпийский чемпион, ты входишь уже в мировую аллею славы, в книгу. Да, я там в тайском боксе, я единственный спортсмен и тяжеловесец в Беларуси, который больше всех раз был чемпионом мира по тайскому боксу, по кейлбоксу. Ну, это... А здесь это все-таки Олимпийские игры, понимаете, это уже звучит по-другому Олимпиаду. Это все-таки история. Ну, под белорусским флагом придется, не БЧБ. Нет, ну, это же, я говорю, это, понимаете, я же живу в этой стране. Под красно-зеленым прошла моя вся официальная карьера. За этот час на бой выходил, я вот никому не видел, ну, меня вели как Республика Беларусь, Алисей Кузин Беларусь. Все, они, получается, там на экране был белорусский флаг, я вышел. А вот вам важно быть спортсменом и представлять Беларусь? Или важно быть спортсменом, у которого приставка спортсмен-политзаключенный? Нет, я без спортсмен, вообще не люблю такое слово политзаключенный, не понимаю его. Но вы политзаключенный, признали вас в какие-то организации? Ну да, признали, да, да, я сам не подавался, но меня признали, скажем так. Ну, потому что, знаете, я говорю, что я от себя иногда не завишу именно мое имя. Ну, это, знаете, как логотип какой-то, его берут и используют, и я не могу с ним ничего сделать. Ну, не могу, сколько бы я ни говорил, что, ребята, не используйте мое имя, все равно где-то в интернете кто-то открывает страничку под именем, кто-то открывает ВКонтакте, по-моему, были странички от моего имени. Ну, с этим невозможно что-то сделать, поэтому там будут обо мне говорить, там говорят, я заложник своего имени. Ну, я человек, который представляю себя Беларусь, представлял. И представляю, мне в 2004 году, я уехал в Польшу на сборы в город Плотск, там себя очень хорошо показал, провел там бой с очень известным спортсменом по правилам Кейван, Томашем Кроном. Я победил его единогласным решением судей, показал очень красивый бой. Мне сразу поступили предложение переехать в Польшу, оставаться на контракте, как бы мне бы делали бои. Ну, понимаете, я говорю, я вот здесь, вот, ментально я, ну, это моя родина. Родину, ну, невозможно продать, куда-то отдать. Ну, я белорус, я говорю, я могу к вам приезжать, делиться опытом, у вас выступать. Подходит им такой вариант в Польше? Ну, как я оставлю страну? Кого-то, знаете, это как бросить отца, мать где-то, оставить одних и поехать куда-то еще. Полицзаключенные, вот этот, не знаю, статус. Я его на себе не чувствую, что ты получаешь полицию. Ну, как-то, ну, как-то, я вот, может, меня в голове не вкладывается, ну, как там полицзаключенные? Ну, понимаете, для меня полицзаключенные, человек, который, ну, вот именно у меня вырисовывается, человек, который занимается политикой, который в какую-то оппозицию ходит, который у него там, ну, он ходит в какой-то блок оппозиционный, он занимается политикой, какой-то пропагандистской деятельностью. Я спортсмен, я вот зал, вот ринг, вот семья, тренировки, все. Я нигде не бегаю, никого-то не восхваляю, не принижаю, ну, это дело их. Ну, там выплаты должны быть какие-то соответствующие, выплачивают что-то? Мне, честно, ну, вот как есть, ничего, не помню, почему. Я же и не стремлюсь к этому, я стремлюсь к тому, что вот эти руки, они зарабатывают. Все, самостоятельно. Поэтому, потому что от кого-то получать, получить от кого-то, потом ты, ну, в моем понимании, тебе дали, и ты должен. А в 20-м году ходили на выборы, вот когда 20-й год? В 9-го строил баню, точно помню, баню строил. Ну, вообще, вот политически активный ходили на выборы? Не, вы знаете, ходил, первые не был, не ходил, еще в школе учился. Вторые ходил, вот, 2005-2010 год, когда работал в министерстве, а потом постоянно на сборы бежал. Получалось так, что меня не было в стране. Почему так, ну, вот, получалось, что мне, ну, реально меня не было. Алексей, ну, за кого отдавать голос, это личный выбор, понятное дело. Конечно, личный, да. Не спрашиваю, но... Меня лично все устраивало. Как бы я как спортсмен профессиональный, я вот жил и с системой дружил. Алексей, к Лукашенко как относитесь, к президенту? Ну, это, наверное, президент страны. Ну, я как бы, я же раньше, я при нем в сборной был. Ну, лично мне, вот так, знаете, как, вот, то есть, если с ним стоять, меня он не оскорблял, меня он не, как-то не ругал, и мне к нему каких-то личных обидов нет. Ну, что он, ну, мне он лично плохое личное делал. Алексей, ну, мы же затронем 20-й год все равно. А, это будет тянуться, это история, я тоже, я вам скажу так, это уже история моей жизни, я это никуда уже не делась. Мы закончили в зале на том, что, в общем-то, все устраивало. Ну, конечно, все, да, все устраивало, ну, как меня, лично меня, да, кого-то, может, не устраивало. Почему вы вышли тогда? Ницельноправильно, никуда не выходил. Ну, не выходило цельноправильно, никуда же. С кем-то устраивать какие-то митинги, бои какие-то там. Там 500 метров через парк, говорят, суета, бой не идет, тело, тело и баталии. А здесь вот мы, вот здесь за парком, кафе, люди отдыхают, тишина, вообще ничего, тишина. Ну, просто тишина, как будто ничего не происходит. Ну, вот такая вот, какая-то, знаете, за всю жизнь никогда никуда не ходила. А как эффект толпы, и как-то, ну, пойти куда-то все. А что же в самом деле происходит? Ну, когда есть такой внутренний, такой интерес. Ну, вот и пошел, вот и сходил, называется, два года. Все, помню этот эффект, какая-то бусуета, буквально там три минуты, и это все вот, все начало носиться, люди стали бежать. Беспорядки в Молодечно. Это было 10 августа 2020 года. Он не отрицает, что выходил, как и то, что нанес телесные повреждения. Они зафиксированы у нескольких сотрудников милиции. На суде Кудин просил прощения. Силу применили? Ну, мне ничего, я вообще ничего не оставалось делать. Это уже сработало, знаете, это даже неосознанно, это работа на инстинктах. 20 лет боксирует, и все равно, хочешь не хочешь, у тебя рука вылетает инстинктивно. Даже вот я, когда в зале мы стоим, на тренировке что-то отрабатываем, иногда человек делает движение, я уже не думая на автомате, уже на опережении ему это движение делаю. Вот так же сработала эта вот спортивная закалка, работа на встрече, вот, ну, как говорится, работа на упреждение, на самоборону, она сработала. Но у вас там годы вот эти тренировки и физическая подготовка в любом случае, да? Сила удара. Сколько у вас? Ой, если не ошибаюсь, было 938 килограмм. Но это было лет, наверное, 10 назад я пил. Сейчас может быть и больше? Сейчас может быть и больше, тогда я бы полегче. Ну, конечно, она же, я же все равно, во многом очень мощнее их, мощнее подготовлено. Ну, там тоже хватает ребят, которые тренируются. Я со многими служил в 3214, они потом пошли во многом, прямо-прямо в силовые структуры, и они тоже довольно хорошие, готовые ребята. А осознание вот того, что произошло, оно когда пришло? Ну, и что придется отвечать? Это уже пришло, вот, когда я вышел под домашний арест, и тогда уже где-то я понимал, что все-таки нет, все равно, как бы ни были мои заслуги перед стороной, спортивные, там, предотечеством, все равно нужно будет, как бы, ну, разбираться. Действующий режим, действующая власть, она сохраняла свою, скажем так, неприкосновенность. Ну, тогда было важно. Да, важно, да, сохранить. Чтобы голова была разумной, трезвой и по отношению к любому человеку, вне зависимости к идее. Ну, и все равно, да, и до меня, прямо так уже скрупулезно, как бы, разобрались, ну, прямо так уже, чтобы прямо вот, давайте этого на центр поставим, будем разбираться. Ну, я в шоу, да, было особое отношение, за это благодарен, ну, вот, как бы, все равно. Вы уж обращались, да, к президенту? Я не поддерживаю оппозиционные силы, которые пытаются разрушить мою страну и навести некую смуту в моей стране. Также в моих планах я планирую попросить о помиловании Александра Георгиевича Лукашенко. И в дальнейшем хочу также выступать и посвязать свою страну. Вру три себя. Я, ну, верующий человек, особенно сильно поверил в всех местах. Там был храм, я каждый выходной ходил в храм. Я понимал, что, да, раз так случилось, чего не избежать, нужно брать себя волю в кулак, идти вперед, двигаться, чтобы не случилось. И я в душе кого-то, если я кого-то обидел, оскорбил, кого-то огорчил, ну, я у них, прошу прощения, если меня кто-то обидел, огорчил, оскорбил, я тоже этих людей прощаю. Вот этот дом живете большой семьей? Да, да, мы все живем в этом доме, мы живем все здесь, вот, и пять детей. Когда начали строить? Ну, вот, у меня ИП было, маленький бизнес вели, там детские одежды был, магазинчик, была бижутерия, косметика, как-то еще нормально шло, вот, ну, и как бы плюс турниры крутился. А господдержка была какая-нибудь, как многодетным? Тогда мы еще не были многодетными, не были многодетными, тогда мы были, это был 17-й год, но была такая вот, как субсидия льготная, ну, пять процентов, это не 15, не 14, не 20, как бы, это очень-очень хорошо. И мы так посоветовали с супругой, что да, давай брать, все-таки работаем, ну, потихонечку будем отдавать. А вот лично вам, вот вы говорите, что и индивидуальным предпринимателем были, в том, что было в вашей жизни, вот как оно было, как с ведением бизнеса? Ну, честно, я все-таки, приходили какие-то проверки, проверят, все хорошо, рекомендации, все там, налоги платим, все четко, все платили налоги. Да, где-то налог там повысили, на то, то повысили, то повысили. Но это не было настолько для нас катастрофически, что прямо, а, все, закрываться, плакать, супер. Ну, и повышали ведь не только в Беларуси, мы же понимаем, что это нормальная практика. Во всем мире сейчас идет глобально, какой-то глобальный кризис, какое-то глобальное повышение цен, везде повышается, не только у нас. У нас повысилось, там повысилось, в той же России все повышается, цены, я вот был в Москве. Ну, конечно, все выросло, все растет, но это идет такая, знаете, как... Не может быть, что в одной стране все повышается, а там все прямо, так, ничего не повышается. Оно по-любому будет везде все расти. А был опыт, когда, не знаю, были в какой-то стране, находились на протяжении какого-то времени, вот сравнить все-таки? Да, очень много для меня плюсов, но самый большой плюс с другими странами – это спокойствие. Это я, знаете, мне, что нравится мне в моей стране, то, что я могу спокойно... Вот и дворок пришел со двора, и вот там в школу, и он пошел в школу один. Не в каждой стране можно выпустить ребенка в школу. Ну, давайте говорить честно, да? Да. Не в каждой стране можно выпустить. Ну, она может вечером идти со школы, и в восемь вечера темно, и я знаю, что мой ребенок дойдет, что она нигде не потерять, и какой-то балван к ней не пристанет. Если даже пристанет, то его быстро упакуют и поедет он туда надолго. Вот. Как бы, ну, есть определенный такой в стране в этом плане порядок. У меня пятеро детей, старший учится в университете, один ребенок занимается на скрипке, один ребенок ходит вот сюда, в зал ходит, плюс еще ходит на классическую борьбу, у него пятый рок в неделю. Дочка одна, она учится в колледже хореографии, класс танцев, у нее постоянно танцы, народные танцы, и младший ходит на гимнастику. Вот в наше время было мало, мы искали какие-то залы в подвалах тренировать, я лет 7 протенировался в подвале в бойлерной, представляете, в бойлерной, плесень на стенах, это сейчас классно, вот, висок, окошки, да, какой-то залчик, помещение, все, а там ты спускаешься в подвал на два уровня, бойлер, мы сделали сами вентиляцию, делали самостоятельно, было сильно на стенах плесень, и вот там я иногда готовился к чемпионату мира, условия были. Сейчас, берем молодежь, далеко не ходим, вот, академия МАЗ, зал, клуб гладиа, старейший клуб тайского бокса, я там, когда начинал, тоже гладиатор, раз, два, три, порядка 4 или 5 фитнес-центров, еще есть 3 частных клуба бойцовских, или 5 клубов, 2 зала борьбы, дешор, ну, пальцев не хватает. Иди, занимайся этой Руси, да, цены, и я вам скажу, абонемент, демократичный абонемент, порядка по городу 35-40 рублей в месяц. Ну, я считаю, что это сумма, которую могут родители потянуть, чтобы ребенок заниматься, это не 400 рублей, не 300 рублей какие-то, поэтому, опять же, это уже желание родителей отдать ребенка заниматься, и желание самого ребенка заниматься. Либо он хочет в телефоне сидеть, либо он хочет идти тренироваться. С многодетным, как знали? Вот как это произошло? Был мой из супруги старший брат, он вот работал в РОВД, 20-го года служил, начальник финансового отдела был, и его супруга, ну, и так случилось-то, что у него обнаружили рак желудка, к сожалению, это такая болезнь, которая еще не побеждена, и вот, да, она умирает, трое детей остается у него на плечах, работа, служба, он не мог это пережить, потому что трое детей, он очень ее любил, и мне супруга звонит и говорит, что вот выиграя инсульты, он через два дня умер. И все сразу же. Именно вот переживания эти душевные, они его просто съели. И детей, и семья? Мы взяли под опеку, но все-таки, ну, что такое опека? Как-то, ну, по мне, ну, опека, я как будто, быть отцом-матой, другое дело, и мы с супругой потом взяли все такое, и их усыновили. Алексей, а как в семье теперь, какое в семье отношение к правоохранительным органам, с учетом того, что их отец столько лет проработал в структурах, а вот у вас, получается, вот такой инцидент этот случился? Как они сейчас воспитываются? Он никому плохого зла вообще, чем не делал. Он был финансистом, он вел бухгалтерию. А если бы он был оперативником, поменялось бы отношение? Ну, это же люди. Почему отношения должны меняться? Ну, мало ли, вот после 20-го года... У меня нету ни каких-то непредвзятостей, ни какого-то, как сказать, никакого-то негатива вообще. Вот у меня нет негатива. Я живу в своей стране, я у себя дома, а они выполняют свою работу по охране общественной безопасности. Все. Они люди, которые выполняют свою работу. Так, ну, и нужно сказать, что вы, в общем-то, были за то, чтобы дать это интервью, и тут с нами не стоят никто, нигде не представлено. Потому что... Меня никто не душил, никто у меня тут, знаете, сзади у затылка специально не стоял. Просто пообщались с вами, вот, услышали друг друга, и все. Я в свою позицию, у меня какие-то вопросы, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok